Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона» на библейском портале экзегет.ру. И мы читаем седьмую главу. Итак, автор пишет. «И я человек смертный, подобный всем потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерней образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми. «Скормлен в пеленах и заботах, ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход». Соломон в прошлой главе, в шестой, в конце прошлой главы, обещал рассказать о «Премудрости» и о том, как он сам ее достиг. И вот что интересно, что он начинает разговор о «Премудрости» с того, что он показывает в довольно красочных таких примерах и словах, очень интересных, красивых, показывает общность человеческой жизни. Он подчеркивает, что он ни в коем случае не является каким-то удивительным исключением, что он каким-то другим образом зачат, каким-то другим образом рожден, что он каким-то образом не связан с Адамом, которого он называет первозданным и земнородным. Он подчеркивает, что он такой же, как все, хотя он и царь. Он даже говорит, «Ибо ни один царь не имел иного начала и рождения». То есть его слова в данном случае сродни словам Иова, который говорит, «Нагим я родился, Нагим я ухожу в смерть, Нагим я уйду». И далее Соломон пишет, «Посьму я молился и дарован мне разум, я взывал и сошел на меня дух премудрости». То есть он не исключительным каким-то родился, он родился обычным человеком, но он хотел, он хотел, чтобы так было, чтобы он был разумным, он хотел быть премудрым. И раз он хотел быть премудрым, он эту премудрость получает. «Я молился, — говорит, — и дарован мне разум, взывал и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото, ничтожный песок, а серебро — грязь в сравнении с нею». Вот так высоко он ценит премудрость, что для него все остальное было неважно. «И даже я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим». Интересно, что он вспоминает здесь о здоровье. И интересно, что люди современные очень высоко ценят здоровье. Наверное, каждый из нас слышал, как во время каких-то праздников люди поздравляют друг друга, желают друг другу здоровья и часто говорят, что самое главное — это здоровье. Если будет здоровье, все остальное будет. Это постоянно и сплошь и рядом все произносят. Хотя на самом деле самое главное — быть верным Богу. И если тебе, например, для здоровья советуют какую-нибудь фитальную терапию, скажем, да, это терапия из клеток абортированных младенцев, то ее не нужно употреблять, даже если тебе обещают какую-нибудь вечную молодость или бодрость, или энергию, или что бы то ни было еще. И можно, не боясь старости, идти к ней и стареть, не используя запрещенные безнравственные средства омоложения. И таких вещей немало на самом деле. И вот он пишет. «Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим». То есть свет обычный и свет истинный, свет премудрости. «А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими. Но я не знал, что она виновница их». То есть что она причина. Здесь виновница причина. «Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрывая богатство ее, ибо она есть неистощимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения». И вот, казалось бы, он говорит здесь о богатстве, о физическом каком-то комфорте, которое он получил за стремление к мудрости, даже не зная, за что именно. Но он без хитрости, он говорит, «Без хитрости я научился?» То есть я не как-то там специально выгадывал себе, чтобы моя жизнь была плодотворной, чтобы моя жизнь была богатой и счастливой. И вот я хитрил. Вроде как я готовлюсь быть мудрым, изучаю премудрость, стремлюсь к ней, но все это ради таких корыстных целей. Нет, он говорит, «Без хитрости я научился. И без зависти преподаю». Какой зависти? То есть я не переживаю, что другой человек тоже станет и богатым, и каким-то будет в почете, и жизнь его будет комфортной. «Без зависти преподаю. Не боюсь, что это распространится на всех. Не скрываю богатство ее, ибо она есть неистащимое сокровище для людей». То есть, казалось бы, если премудрость привела тебя к тому, к чему она привела Соломона, а здесь он говорит, «Вместе с ней пришли ко мне все блага и несметные богатства через руки ее, казалось бы, ну и сиди тихо, и все будет только твоим». Но Соломон прекрасно понимает, что вот эти богатства – это не богатства материальные, как он дальше об этом и говорит, что «я преподаю это все, не скрывая, пользуясь ею, потому что, пользуясь ею, люди входят в содружество с Богом посредством даров учения». То есть цель – не несметное богатство и благо на этой земле, а цель – содружество с Богом. Не случайно в Ветхом Завете были люди, которые назывались друзьями Божьими, потому что они выбирали путь премудрости. «Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых». То есть Соломон не считает, что он стал мудрым раз и навсегда, на всю жизнь, и теперь у него все будет прекрасно. «Ибо в руке Его и мы, и слова наши, и всякое разумение, и искусство делания» – мы в руке Его находимся. Он не управляет нами, как куклами, естественно, но Он направляет нашу жизнь и может управить ее должным образом. Поэтому Соломон и надеется, что Господь приведет его к правильному состоянию, к тому, чтобы дальше в нем пребывать, оставаться в этой премудрости. «Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий. Начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мыслей людей, различия растений и силы корней. Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего». Мы не знаем, насколько знания Соломона совпадали со знаниями современных астрономов или современных биологов, зоологов, скажем, климатологов, кого бы то ни было еще, но мы понимаем, что Бог через Писание открывает людям обычно не просто знания о физическом мире, а знания в первую очередь о мире духовном, и поэтому Соломон ценил премудрость не потому, что он знал свойства растений или суть природы вещей, но потому, что это могло привести его и тех, кто рядом с ним, ко спасению. Далее. «Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые и тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее». Понятно, что в предании церковном премудрость ассоциируется со Словом Божиим, со Второй ипостасью Пресвятой Троицы. Но здесь описание Соломона, оно еще ветхозаветное, поэтому мы не можем прямо ассоциировать его с каким-то нашим догматическим учением. Ни в символе веры, ни где бы то ни было в догматических текстах мы не найдем подробных слов, которые употребляет Соломон как характеристики Второй ипостась Пресвятой Троицы. Здесь мы понимаем, что есть некоторый библейский параллелизм, но мы не можем сказать, что Соломон здесь перечисляет свойства Второй ипостась Пресвятой Троицы, хотя бы потому, что они естественны и общие для всех должны были бы быть. Но все же это интересно, и мы можем послушать, и попробовать понять, о чем говорит Соломон. Так она есть дух разумный, более-менее все ясно. Святой, то есть дух Божий, да, и совершенный. Единородный, и здесь как раз повод говорить о единородном Сыне Божьем. Многочастный, казалось бы, Бог прост, в нем нет никакого разделения. Как можно говорить о многочастности, это сложность как будто бы, но на самом деле многочастный здесь имеется в виду много разных действий совершающих, то есть везде действующий. Далее тонкий, удобоподвижный, светлый. Здесь речь идет, конечно, о том, что она при мудрости не соотносится с грубой материальностью нашего мира. Поэтому она тонкая, удобоподвижная, дальше светлая, чистая, ясная. Не вредительный дух, то есть никому никакого вреда не приносит. Благолюбивый, любит благоскорый в своих действиях, неудержимый, опять же, в стремлении исполнить Божий замысел в мире. Благодетельный, человеколюбивый, в то же время твердый, непоколебимый, то есть это не какая-то подвижная реальность, когда сегодня премудрость в одном, а завтра в другом. Благодетельный, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Далее. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Она одна, но может все. Это вот еще раз, да, к вопросу о многочастности, то есть здесь речь не идет о какой-то внутренней сложности. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, приходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков, ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. И мы видим, что, конечно же, все вот эти природные такие сравнения, они являются только намеком на некоторую духовную реальность. Поэтому свет сменяется ночью, да, а премудрости не превозмогает злоба. То есть мы возвращаемся в духовный контекст. Что же имеется в виду, когда говорится, что она из рода в род переходит в святые души и приготовляет друзей Божиих и пророков? То есть она пребывает с ними, в каждом роде есть люди, которые принимают ее в свое сердце и готовятся, воспринимая ее к встрече с Богом. В то же время, ибо дальше говорится, да, что ибо Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью. Конечно, мы можем найти и другие слова, и в той же книге. Так, например, в 11 главе той же книги премудрости будет сказано, ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься. То есть, конечно же, речь идет, когда автор книги премудрости говорит, Бог любит только тех, кто любит премудрость, речь идет о следующем. Он же передает человеческие чувства, как человек это понимает. И мы можем сказать, что только тот, кто любит премудрость, испытывает на себе любовь Божию. А тот, кто премудрости не любит, он как бы ощущает, да, его ощущение собственное, субъективное, как будто бы Бог не любит его, потому что жизнь его не складывается, потому что она полна переживаний, противоречий, она полна невзгод. И такой человек может решить, что Бог его не любит, хотя Бог, конечно, как творец и промыслитель любит всех, но не все позволяют его любви действовать в собственной жизни. Дай Бог, чтобы в нашей жизни мы ощущали любовь Божию и шли бы навстречу к Нему, исполняя Его заповеди. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok